Серьезным добавлением, конечно же, к силе команды в желтой форме дает Александра в треху. Команда везет на лад. Ну, как есть, так есть. Хорошая скидка сейчас от Юркова на бочку. История. Ну, а по статистике, кстати говоря, сейчас я загляну, посмотрю, сколько команды забивают в среднем за матч. Любопытно. Глянуть. Да, у нас четыре человека трансляцию смотрят, с учетом, что я один из этих четырех. Всем доброго субботнего дня. Все-таки еще день у нас субботы. Так что, учился к игре, не забивая, не забивать. Соколов не вылавливает. Эту передачу от Шапир слишком высоко. Вот Никитенков на двух шагах, мне кажется, немножко теряя уже и контроль на движении. За семь, ну, за шесть с половиной минут, хорошо, не за семь. В общем, пока дико нерезультативно. И вот вторая подряд атака закачивает на результативное завершение. Но пока без этого. Индиана. Ну что ж, прилетает трех. И, судя по всему, замену или что-то еще. Сейчас попросили для Александрова. Ну, а здесь Фулахович пока сам. Андрей Тупицын решил повторить свой рекорд прошлого матча, который только что закончился за Лейкерс, где он 16-3 выбросил. Вот, слишком медленно Юрков отправится в набег, знаете, такой, на скорости. Кто кого обгонит и сможет ли остановить. Вот. Ван Диана пока этого сделать не получается. Юрков с линии первый точен. Четыре, кстати говоря, командных замечаний. Пейсерс поднахватали. И Пэйки показал передачу в угол. Поджаль. Там его вдвоем игроки защиты. Гусев недоволен. Но в атаку Волохович отправляет с фастбрейка. Аверин через Шапира заслона воспользовался. А вот, о-о-о. Немножко шальной бросок с очень быстрым релизом. Не видят, не видят судьи фалы, которые на нем там влучаются. Ну, а вот и Игнатовский первые очки из-под кольца. И первые очки вот. И спокойно в проходе находит сейчас фалы. Два штрафных. Первый забивает. Вообще, наверное, все-таки не ставить. Нежели чем пытаться его на фалах ловить. Ну, а здесь великолепная от Никитенкова передача на Аверина. Вот Гана. Бачков. Соколова здесь может поддавить. Аккуратный полукрюк. Два в кольце. Ну, Бачков опытный. Недостаточно. Поэтому с Колей удалось ему один в один, в принципе, расправиться. Марголин, появившийся на площадке, отдает Никитенкову. Есть трешка, шута. Уже от Индиана. 21 на 19. Мичиган проигрывает. Ну, вот заходил Мичиган все-таки в статусе одного из перехватей. Александрову не стало давать. Никитенкову было там слишком рядом. А вот передача от Тупицыного уголочка оказывается результативной. Александров Аверин. Опять Гусев. Сколько перехватов? Треть точно. Из того, что я видел сегодня у Гусева. Пока все, что-то скок. Два в одного фактически. Индиана все-таки перебегает. И еще было время на то, чтобы подобрать Никитенкову промах Марголина. Марголин еле выловил передачу. Волохова-Вич. Кулакова поднимает на фейки. Хороший код через центр. Ну что, Владислав Игнатовский показывает, что его не смущает. В угол опять. Ну вот прям Мичиган как-то не перестраивается. Не перестраиваются под атаку соперника. Не распределяют они свою защиту. И в итоге получается снова подбор в нападение. Гусев классно открывается. Истапировал. Говорит. Не сегодня, а блокшотич. Аратромы. Ну а теперь Волохович. В лицевую. Для Вашингтона. Набросались. Забили. Но все-таки Визардс не совсем тот соперник, по которому, скажем так, актуальную силу. Кирилл Сочевец говорит про Индиану. Команда побеждать тех, кто по логике своих вещей послабее. Получается Аверин. Не попадает с дальней дистанции. Шапира. Слушайте, ну пока Индиана забирает кольцо, просто раз за разом подбор в нападении с тобой идем. Мы с тобой. Но даже несмотря на все эти, скажем так, не особо удачные попытки, счет все-таки были. И знак Волохович. Забрал сам. И как минимум фолы находит для исполнения. В актив. Тяжелый взгляд от Хубу Лури. Что-то пошел на скамейку тупиться на поддерживать, видимо. Ну, не знаю. Поддержка поддерживать, видимо. Ну, не знаю. Поддержка Лейкерс для команды, которая тоже любит желтый цвет. Ой-ой-ой, Соколов. Бить его не сможет ничто. Аверин. Хорошая на Игнатовского передача. Есть трешка. Ну что ж. Владислав действительно здоров. Тупицын в нападение мячи переводил. Сейчас Мичиган ему дает опцию. И Юрков с дальним броском атаку завершает. Ну, быстрая пленка. Ну, есть на подборе. Поль Соколов, который отборолся. И сейчас буквально в одно касание мяч в кольцо переправляет. Юрков через центр. Бросок Кулакова не самый получился удачный. Так, немножко выбросил просто мяч. Ох, как Аверин. Классно видел, что их трое. И Кулаков на отскоке. Есть второй шанс для команды Мичигана. Снова через Кулакова. Ох, классная обратная передача. Ну что, движение мяча у Мичигана. Просит только Аверин у Соколов. Соколов пока говорит, нет, тайм-аута не время. Пока еще рано. Трешка. А вот и от Гусева прилетает. Есть какой ведете? В АБЛ? В АБЛ как хочешь, да? Может, покажешь, что хочешь. Штрафов не будет. Атака. Здесь дабл-тима Никитенко. Поддавили Шапира при этом. Оставили на периметре. Поздно. Юрков выходил откровенно на эту атаку. Это третий. Себе Данил освободить. Хорошая остановка с фейком. Не забил. Сам же забрал. Второй заход. И, пожалуйста. А здесь еще и перехват. Очень агрессивная защита дает свои плоды. И здесь Гусев. Еще одна треха. Вторая подряд в этой четверти. А здесь на тупице на заброс. Но это, конечно, атаки. А тут не будет. Слишком большое скопление индианы. Гусев. Третья подряд. Дмитрий. Он сразу дабл-тима пытается Андрея зажать. Но он плохой, откровенно говоря. Вот это давление получилось. Юрков. Три. Юрков. Одни трехочковые летят. Одни трехочковые. Ну и теперь уже 52 на 45. Только-только был равный счет. Только-только даже индиана и лидировала. Как получите, распишитесь. Теперь попробуйте догнать. Не к месту абсолютно. Волохович на противоходе. Хорошо против Бачкова. Ну, Макс. Мастер вообще вот этого первого шага. Очень не... Заставляет. Индиана не подведи. Алиса в стране чудес у нас. Топит за Индиану. Ну, вам нужен шляпочник. Для того, чтобы все сложилось. Ну и можно... Может быть... Мяч снова под 45. Никитенков на Шапира. А тут... Ну что ж, Рома хорош. Рома очень стабилен. 10 очков забил. 2 из 4 получился. Он немножко теряя равновесие. В прошлый раз мяч завалил. Право в другое кольцо. Ну, а здесь Гусев просто решил сегодня не... Категорично. Не замечает. Гусев никаких попыток его остановить. Аверин. 3. Ну что, у нас матч превращается. И четвертый для Индианы командный. В целом... Очков. Треха. Бабам. Два. Да. Поправил. Попасть не помогло. Аверин. Просит Аверин фалы, которых никто сейчас вестеть не собирается. А в защиту... Ну вот, это к моменту, когда-то... Третья на линии атаки был. Ближний кольцо. Соколов. Из-под кольца. Мимо Шапиров. Роман говорит, как же, как же, ребята, так. Трех ему нельзя сейчас Кулаковым прям супер агрессивно защищаться. Можно за это полы получить. Ну и вот этот момент сказывается. Ну немножко странно. Но на четырех полах Николай остается. Юрков на фейке отправляет сейчас трешку. Еще и Марголин до конца. Не хватает ему мягкости. Но есть хорошая работа. Очередное. Под счетами соперника. Игнатовский. И нет. Аверин. Сошлись на нем. Проходит передача под самое кольцо. С отскоком Апо. Игнатовского. Такое ощущение, что не воспринимать. Что эмоции нужно придерживать. Но я пока Кулаков к штрафным готовится. Напомню, что заглядывая под трансляцию. В описании можете найти ссылку. Для того, чтобы... Благодарить за работу комментаторскую. Если такая возможность есть. Любым вариантом донатов. А здесь Никитенков заряжает треху. И у нас 63. Да, Юрков пробивает штрафные. Вот я всегда, всегда, мне кажется, любой, любой игрок... Всегда, всегда, мне кажется, любой, любой игрок... Он видит ситуацию от себя. Всегда для него он все делал правильно. Всегда все чист. Обычный фолк. Юрков забивает сейчас. На рывок Мичигана. Имел возможность, я все-таки, отвечать. Хороший подбор и в нападение. Марголин 3. 66 на 71. Марголин. Еще одна трех. Сейчас от него будет. Без попадания. Но есть отскок, который опять к Марголину в руки. И с двух одну стабильно. Стабильно. Надавать матч просто так. Кому бы то ни было бочков по высоченной дуге через Никитенко. Который, в принципе, успел в угол сместиться. И руку танцу. И все было поставлено только на дальние броски, которые у команды не особо летели. И в итоге пришлось игре перейти в оверталь. Эти броски. Ты проигрываешь не так много, чтобы только трехочковыми была возможность догонять. У тебя Шапира на площадке. Никитенко, сколько можно? Ну, слушайте. Ну, здесь, вот глядя на все происходящее, какой-то момент понимаешь, почему Индиана делает стабильно. Немножко шире всех встать. Шапира классно вырывается. Здесь бочков ставит руку. Но Марголин сам тут выключаться не... Что в третьей четверти здесь еще Игнатовский. Браво, спасает мяч. Быстрый переход Шапира. Бой до Индиана. Алиса колдует. Продолжает. Алиса продолжает утверждать, что она колдует. Но хочется верить, судя по тому, как возвращается в эту игру. Сейчас Индиана. Колдовство работает. Так что, друзья, вы можете поколдовать вместе с Алисой. Может быть, болельщики Мичигана будут колдовать по какой-то другой истории. Но 77 на 70. Пишите в чатике. Если не хотите в чатике, можете заглядывать в описании под видео. Через донаты отправлять за кого вы болеете. Поддерживая свою команду. Ну, в общем, все в ваших руках. Гусев на перехвате. Классное все Дима сделал. 10 секунд. В Индиане нет тайм-аутов. Аверину нужно?